Всем привет! Меня зовут Евгений Туаев и вы на канале Барбаросса. Друзья, сегодня разберем с вами, как же подобрать себе идеальную стрижку по форме вашего лица. Ну что ж, друзья, погнали! На самом деле, данная тема каждый день для нас актуальна. Мы делаем это в барбершопах, мы делаем это в нашем закрытом чате, мы постоянно это делаем и помогаем ребятам подобрать стрижки. Многие парни все равно, несмотря ни на что, не понимают, как определить свое лицо. Я вам сейчас покажу это прям наглядно, друзья. Вот вы берете, фоткаете себя анфас. Для начала пойдем просто по методологии. Фоткаем себя анфас не снизу, не сверху, не сбоку, не с удачного ракурса. Просто строго напротив вот того, как вы смотрите в камеру. Если у вас длинные волосы, которые закрывают часть лица, их лучше убрать назад, отчесать куда-либо. Дальше смотрим на свое лицо. Парни начинают обводить его прям с детальной точностью, прям вот такими прямыми линиями. И у них, естественно, получается все это непонятно. Что нам нужно знать? Лицо у нас, основных форм имеет несколько. Это ромб, ромбовидное лицо. Это квадрат, круг, овал и треугольник. Есть еще прямоугольное лицо. Сейчас я вам объясню, по каким точкам мы их меряем. Лоб полностью мы не всегда берем. Лоб, мы не используем его. Мы используем вот эту зону, более-менее. И чуть-чуть лба. Не надо брать лоб целиком, пытаться обвести всю кожу. Тогда у вас у всех оно яйцо будет, как яйцо выглядеть эти лица. Не получится. Мы берем вот эту зону. Дальше. Основные ключевые точки у нас. Это висок. Вот здесь, да? Вот уголок брови. Дальше это скула. Угол челюсти. И непосредственно подбородок. Это самые главные места, которые мы смотрим. Что нам нужно увидеть? Начнем на примере. Самом простом ромбовидное лицо выглядит вот так. Как вы можете увидеть, у ромба ярко выступающие скулы. То есть даже если углы челюсти тоже довольно массивные, но скулы четко очерчены, ярко выступающие. И у нас всегда у ромба есть такой впавший висок. То есть лицо явно видно, что сужается сверху и сужается снизу. Самая широкая часть в районе скул. Вот в таком случае, если у вас ромб, и вы вот это видите, то в таком случае что нам нужно сделать? Нам нужно лицо с верхней части расширить. Для чего? Идеальной формой лица считается овал. Вот у меня овальное лицо, голова вообще вот все полностью, вот как надо, только волос нет. То есть овальное лицо считается идеальным. Почему? Потому что оно мягко сбалансировано и пропорционально. Ромб, чтобы привести к овалу, нам нужно расширить верхнюю часть лица. Для этого мы подбираем все следующие стрижки. Сайд-парт на среднюю длину. Можно выбрать стрижку а-ля пушбэк. Можно выбрать себе шторы. Все стрижки без выбритых висков и без сильного удлинения сверху. Все они вам подойдут. Примеры вот они. Если мы смотрим на свою фотографию и понимаем, что лицо вытянутое. Вот оно прямо прямоугольное, оно вытянутое. То есть у нас пропорции изменены. Яркий пример Бенедикт Кембербэтч. Вот он. То есть у него ярко выраженное прямоугольное лицо. В английском языке это называется облонг фейс. То есть вот даймонд фейс это был ромб. Что нам здесь нужно сделать? Если мы сделаем короткие ультравыбритые виски, сделаем там фейт и сделаем какой-нибудь начес все вверх, мы еще сильнее его вытянем. Оно станет вообще как у лошади. Оно будет очень длинным. Здесь нам на помощь приходит как раз Боб Каре. Здесь нам приходит на помощь Шторы. Здесь нам приходит Классика. Все то же самое, что и в прошлый раз. Мы расширяем верхнюю часть лица, чтобы сбалансировать низ. Отвлечь внимание от того, что низ очень длинный. Отличным выбором будет для парней, у кого растет борода, корректировать лицо еще с помощью бороды. В таком случае они делают себе квадратную либо круглую бороду. Это расширяет лицо и у них все получается гармонично, стильно, крупное лицо в хороших пропорциях. Понятно, да? Расширили. Очень важный нюанс. Русские барберы почему-то всегда пытаются сделать голову похожей на коробку. Вот ты смотришь и у них вот это висок, всегда плоскость должна быть выведена, как будто тебе на голову надели коробку. Вот бах и все. И ты сидишь независимо от формы лица. У тебя вот здесь квадрат вот такой. Ты сидишь просто и все. И ты ходишь с этим квадратом со всех сторон. Как будто реально раньше горшок надевали в средние века, обстригали. То тебе коробку надели и как кус подстригли. То же самое. Я не понимаю почему. Если посмотреть нормальные стрижки парикмахеров, то зачастую даже зарубежные, посмотрите, работы в кино, посмотрите у звезд. Можно спокойно вот эту часть лица расширить. И это будет выглядеть нормально. Если у вас вот эта плоскость чуть-чуть завалена, это выглядит в некоторых случаях вполне уместно и вполне естественно. Поэтому бояться этого не нужно. И в случае с прямоугольным лицом это очень вам поможет. Вот примеры прямоугольного вытянутого лица и классических стрижек. Ну что, разобрались. Переходим к самым популярным и таким чаще встречаемым формам лица в России. Квадрат и круг. Квадратное лицо. Джонни Депп. Яркий тому пример. Брэд Питт. Квадратное лицо. Широкие углы челюсти. Довольно такой прямой подбородок, не вытянутый. Углы челюсти вровень со скулами, либо даже чуть-чуть пошире бывают. И все, вот он прям квадратный. Что мы делаем? На самом деле здесь неплохо будут смотреться стрижки, которые вытягивают это лицо. Это могут быть фейды, это может быть помпадур, это может быть квив, это может быть любая вот укладка все назад, да, андеркаты. Вот Брэд Питт с андеркатом в фильме Ярость. Яркий пример. Вот почему он всем так нравился. Потому что на квадратном лице это смотрится круто. Когда к нам в барбершоп приходили ребята во время пика популярности этого фильма, и у него лицо, допустим, ромбовидное такое, либо прямоугольное, вытянутое, и он говорит, я хочу так же, ты будешь похож на помазок со своими волосами. Нет, я хочу так же. Да, в итоге он получался вообще у него как хохолок это все выглядело, потому что голова недостаточно широкая. Нужно такое широкое лицо, массивное, тогда это смотрится гармонично. Также неплохо могут смотреться даже шторы, но если этот квадрат такой сухой, если вы худощавый, и вот у вас квадратное лицо, как у Джонни Деппа, тогда шторы будут смотреться круто. Круг. Круглое лицо, что это такое? Вот оно, это лицо, когда у нас щеки явно заметны, щеки выступают. В круглое лицо вы можете спокойно перейти из овального лица, если будете много кушать сладостей на ночь, то есть ничего там такого нет. Да, многие парни, когда в чат нам скидывают фотографии, говорят, посмотрите вот это. Я, я раньше был постройнее, сейчас я, конечно, набрал, но вот какая у меня форма лица, 20 килограмм назад. Я говорю, зачем тебе 20 килограмм назад? Сейчас давай тебя смотреть, зачем тебе в прошлом все это выбирать? И ты смотришь, раньше был овал, а сейчас, ну, прям круг, все, щеки наем. Соответственно, если у вас массивные щеки, что мы делаем? Конечно, бороду это можно скомпенсировать, но если борода не растет, то компенсируем стрижкой. Стрижки те же самые, которые идут для квадрата, только убираем шторы. Шторы иначе подчеркнут щеки, они, наоборот, закроют виски, и у нас щеки, наоборот, ярко будут такие очерченные. Шторы не наш вариант для круглого лица. Круглому лицу классно будет фейды, классно будут андеркаты, классно будет смотреться квив, ирокезы. Все, что вот будет вытягивать вашу стрижку вверх. Кстати, в тему ирокеза. Ирокезная форма стрижки, это не всегда панки. Современные ирокезные формы стрижки, это просто удлинение сверху, и все это может быть, допустим, просто немного растрепано. Яркий пример ирокезной формы стрижки, вот, в сителях они ему сделали, как такой махавк и что-то с ирокезом смешали, и получилась интересная стрижка. Ну что ж, друзья, переходим к овальному лицу. Овальное лицо, как я уже и говорил, считается самым сбалансированным, и ему подходят любые стрижки. Вот так повезло. Поэтому, если у вас овальное лицо, как понять, что оно овальное? У вас будет здесь точка на скулах немного шире, чем углы челюсти. То есть, либо ровно, либо чуть-чуть уже у вас будут находиться углы челюсти, и подбородок плавно уходит вниз. То есть, он не спрямленный, как в квадрате, и не сильно вытянутый, как в прямоугольнике. У вас вот прям овал. То есть, у вас ровненько лицо идет, виски не впавшие вниз. Виски у вас, то есть, стоят ровно висок, скула, углы челюсти и подбородок. То есть, вы видите, что лицо, оно соразмерное. Прямоугольник от овала отличается тем, что прямоугольник просто вытянуть ей по пропорциям. Вы смотрите, видите, длинный нос, вот ниже находится, допустим, линия подбородка и все тому подобное. Поэтому овальное лицо, как правило, ребята вообще с овальным лицом не заморачиваются со стрижками. Они прям подбирают все, что хотят, очень много экспериментируют. Им все это идет, они искренне кайфуют. Поэтому тем, у кого овальное лицо, в принципе, повезло. Ну и, кстати, большинство даже коротких стрижек, да, они тоже идут именно овальному лицу. Выбритая наголо голова, как правило, Скала Джонсон, овальное лицо. То есть, многие ребята, такие как я и Дуэйн Скала Джонсон, у нас овальные лица. Да, нам в этом плане повезло. Если вы такой же, то мы рады приветствовать вас в нашем снимоклубе, так сказать. Ну что ж, друзья, я надеюсь, теперь стало понятнее. Если не понятно, не беда. В любом из наших барбершопов могут подобрать образ, либо в нашем чате. Попасть туда можно, купив нашу косметику, либо в барбершопах, либо на маркетплейсах, друзья. Там всегда будут вкладыши на косметике. В барбершопах тоже мы сейчас начали печатать эти QR-кода на этикетках, а на маркетплейсах есть вкладыш. Попадайте в чат, скидывайте фотографию, и мы с мастерами подбираем вам идеальную стрижку, рассказываем, как пользоваться косметикой. И, в принципе, там ребята делятся всем от выбора духов до того, где купить вещи подешевле. Такое очень классное дружеское мужское комьюнити. Ну что ж, друзья, ставим палец вверх, переходим по всем ссылочкам в описании и подписываемся на канал. До встречи в следующих выпусках.